В спортивном комплексе «Локомотив» прошел турнир, открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по традиционному и спортивному каратэ. На турнире побывала Елена Чернявская. На соревновании зарегистрировались 250 участников разного возраста. На татами вышли спортсмены из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ульяновска, Саратова, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Казахстана. Роман Кириллов, руководитель регионального отделения Федерации традиционного и спортивного каратэ России, приехал на соревнования из Уфы со всей своей семьей. Дети Тиана и Ролан занимаются каратэ с 4 лет, папа ребят тренирует. Мы здесь уже второй раз, нам нравится, турнир с каждым годом растет, набирает обороты, увеличивается качество соревнований, судейство, то есть и люди приезжают. Поэтому мы планируем в будущем сюда еще приезжать. Каратэ – это не просто спорт, это целый образ жизни для нашей семьи уж точно, потому что супруг уже лет 20 в каратэ, если не больше. Детям у нас сейчас 10 и 9 лет, но они с 4 лет оба занимаются в каратэ. Благодаря этому виду спорта у нас есть возможность ездить по разным городам, знакомиться с разными людьми, получать новый опыт, и я считаю, что это очень здорово. Для юных участников соревнований Тиана и Ролана Кирилловых каратэ – особенный вид спорта, которым они занимаются с удовольствием и на перспективу. Это единоборство, которое помогает развиваться и на улице постоять за себя. Что для тебя каратэ? Жизнь, все и будущее. Мероприятие прошло при поддержке администрации городского округа Самара в рамках муниципальной программы городского округа Самара поддержка некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Самара на 2023-2027 годы. Межнациональный спортивный турнир «Союз народов по каратэ» проходит в Самаре с 2019 года. С каждым годом за победу борются все больше спортсменов. В этом году организаторы разыграли 335 медалей в различных возрастных категориях. Каратэ – это большой жизненный путь. Если дети с юного возраста поймут, что им это необходимо, это принесет большое счастье и родителям, и им самим, и дает большое развитие интеллектуальное и физическое. Организаторами открытого кубка Приволжского федерального округа «Союз народов по каратэ» стали Самарские региональные общественные организации «Армянская община» и «Союз народов Самарской области» – спортивный клуб «Карс». Турнир прошел при поддержке администрации Самары. Для властей города поддержка детского спорта – одна из приоритетных задач. На соревнованиях можно не только выявить самых подготовленных и талантливых ребят, расширить навыки спортсменов, но и укрепить дружбу представителей разных национальностей. Братские отношения между народами. За четыре года соревнования превратились в серьезный межнациональный турнир, где на татами выходят спортсмены, неоднократно становившиеся чемпионами России, Европы и мира. Его популярность сегодня – это высокий уровень спортивной конкуренции и мастерства бойцов. «Каратэ дает моральный тур спортсмена, поднимает во всех планах патриотизм, конечно, и много аспектов, которые получают дети от восточных единоборств. Это не только каратэ, там очень много разнобитностей. И я желаю всем, чтобы все всегда занимались, были здоровыми, крепкими. Это самое главное». «Самарские спортсмены и участники из других городов и регионов получили колоссальный опыт участия в соревнованиях. Международного уровня приобрели много новых друзей, пообщались с мастерами международного класса. Организаторы турнира подчеркивают – важно и дальше развивать традиционные спортивные каратэ в городском округе «Самара», а также привлекать жителей всех возрастов к активным занятиям физической культуры и спортом, пропагандировать здоровый образ жизни. Это одна из целей проведения турнира. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.